И всем привет дорогие друзья, мы начинаем новый челлендж 100 миллионов за 100 часов ребятки. Как вы помните мы уже проводили челлендж на 10 миллионов, который мы должны были заработать за 24 часа. Мы играли на карте рассвет, не особо приспособленной для таких челленджей, поэтому мы начинаем новый проект. И на самом деле у меня было 2 варианта, 100 миллионов за 100 часов, либо просто заработать 1 миллиард, это кстати максимальная сумма денег в этой игре. А наказание за невыполнение такого челленджа было бы удаление игры, и мне бы пришлось перейти на F2 и другие игры. Вы же в сообществе выбрали челлендж 100 миллионов. Ну что же друзья, приступим. Первым делом начинаем новую игру на карте Ягодные. Я думаю не стоит вам рассказывать какой потенциал у этой карты, здесь огромные карьеры и весь песок. Огромные площади леса, очень много производств и десятки видов товаров. Поэтому ребятки, я уверен на 100% что этот челлендж я выполню. Ну а пока я начинаю, вы можете написать в комментариях свое мнение, успею ли я выполнить этот челлендж. И можете уже придумывать наказание мне за невыполнение челленджа. Я теперь вынужден снимать видео ежедневно на протяжении месяца. Ну что ребятки, хватит болтовни, приступим. Мы с вами появляемся в 2 часа ночи на автобусной остановке возле поселка Черхать. Мы якобы получили наследство от своих дедушки и бабушки и посмотрим что же мы с вами будем иметь. Итак, у нас в наличии будет вот такой вот небольшой дворик. Да уж выглядит не очень и жить здесь навряд получится. О, здесь есть царайчик, а что в нем? Лопатой две канистры. Тоже не очень сильно обнадеживает. Ну еще где-то там на заднем дворе у нас есть огородик и небольшой лук, который можно выкосить на траву. А из денег у нас с вами ребятки всего лишь 0 долларов. Помимо дома мы видим вот такой вот грузовик ГАЗ-53. Намек понял. Берем лопату, бросаем в наш грузовик и отправляемся зарабатывать первую денежку. Первой нашей целью будет покупка нескольких полей и постройка своего колхоза, то есть покупка базы. Ну все по порядку, надеюсь в этом выпуске мы хотя бы успеем купить себе какой-нибудь трактор и начать заниматься сельским хозяйством. И пока я направляюсь в первую точку заработка денег, вкратце смотрим наш грузовик. Максимальная скорость 74 км в час, объем козла 4200 литров. Хотя грузоподъемностью похвастаться газончик особо не может. Надеюсь всем грузом, который я планирую его грузить, он справится. Ну и спустя 10 минут мы добрались с вами до карьера. Вылезаем, берем лопату и начинаем грузить песок внутрь. Опачки, под ногами 1 рубль. Отлично, уже не 0. Плюс 1. Напоминаю, что песок мы по сути воруем, поэтому будем максимально тихими. А ездить будем обездными путями. Спустя 42 лопаты кузов был полный, поэтому прыгаем внутрь и отправляемся на точку продажи. Эта работа оказалась довольно-таки утомительной и длительной. И наверное вместо трактора первым делом мы будем копить на какой-нибудь небольшой погрузчик. Следием из правил челленджа будет использовать максимально реалистичные цены. Допустим на небольшой погрузчик цена в моде стоит 50 тысяч долларов. А в реальность таки погрузчик может стоить около 5-7 тысяч долларов. Поэтому предупреждаю заранее, все покупки в этом челлендже я буду делать по реалистичным ценам. Если это новенький жандир завода, то конечно 300-400 тысяч долларов я отдам. Но если это старый разваливающийся ржавый прицеп, то более 2 тысяч долларов я за него не отдам. И хотя эта карта оказалась очень удобной, качественной, хорошо настроенной и с большим потенциалом. Тем не менее даже здесь был один огромный минус. Это расстояние, которое нам приходится проезжать. А учитывая, что я настроен на этот челлендж очень серьезно и буду пытаться играть очень реалистично, то мне реально приходилось ездить по 10-15 минут в одну и в другую сторону. В реальности это десятки километров. Ну что ж, вот мы и приехали. Давайте вырузим наш первый кузов. Итого мы с вами получили 4477 долларов. Учитывая, что цена на песок сейчас чуть выше 1 тысячи долларов. Это не так уж и много, но учитывая, что 5 минут назад у нас был 0, то это очень воодушевляюще. Я думаю, следует сделать еще одну ходочку, поэтому отправляемся обратно в карьер и грузим еще один кузов. И спустя 40 минут мы уже можем отправляться снова на точку продажи. Но пока мы направляемся, я предлагаю вам подписаться на канал, поставить лайк, либо дизлайк этому прохождению. И в комментариях написать свое мнение о прохождении и написать свои идеи по поводу будущих моих действий. Как мне добить этих 100 миллионов? Приехали, выгрузились, еще плюс 4477 долларов. Цена на песок осталась прежней. Отлично, на нашем счету почти 9 тысяч долларов. И уже пора задуматься о покупке чего-нибудь нового. И пока направляюсь в магазин, давайте я попробую озвучить свои мысли по поводу правил этого прохождения. Во-первых, я не собираюсь использовать мой сезонный, так как он серьезно ограничивает меня в действиях. Урожая придется ждать целыми годами. А некоторые моменты реалистичности, которые им предоставляют, будут лишь мешать. Второе, это запрещен телепорт, то есть я не смогу перемещаться по табу, либо перемещаться на транспорте по полям, так как это предлагает некоторые моды. Третье правило, отличие от челленджа на 10 миллионов. В этот раз я себе позволю использовать различных авторабочих, курсплеи и тому подобное. Поэтому будьте готовы к тому, что в будущем вы сможете увидеть в этом прохождении целые караваны грузовиков. И четвертое из основных правил, которые я хочу вам озвучить, это то, что я не собираюсь арендовать технику. А учитывая, что я хочу выставлять реалистичные цены, то покупать огромные карьерные погрузчики я пока что не могу. Если они будут стоить целый миллион, то мне придется реально копить этот миллион. Я надеюсь, что такой момент реализма вам понравится. Вот мы в магазине, давайте прикупим новый погрузчик, который нам значительно обречит жизнь. Итак, встречайте ЮН 053.2. Небольшой иностранный погрузчик с объемом ковша в один куб. Мощность витиля 60 лошадей. Максимальная скорость 25 км в час. Стоит такой красавчик 6000. Немножко его поднастраиваем. И покупаем. А к нему приобретаем ковш за 1000 евро. Хотя нет, его можно сделать бэушным и купить немножко дешевле. Отлично, эта связка нам обошлась в 6800 долларов. Ах да, вот еще. Я буду использовать мод на бэу технику. Да, это иногда будет значительно мне помогать, так как цена может сбрасываться от 10 до 30%. Тем не менее, не все так просто. Покупая бэу технику, мы рискуем получить пустой баг, либо получить технику в слишком плохом техническом состоянии. И мне придется ее либо чинить, либо терять время, когда она останавливается посреди дороги, ломается и так далее. В общем, рулетка, либо в князе, либо в грязи. Отлично, можно уже направляться в карьеру, но у меня осталось еще чуть более 3000 долларов. Я думаю, можно приобрести пресеп к нашему газончику, чтобы возить больше. И в нашем случае это будет вот такой вот пресеп ГКБ, тоже с объемом кузова на 4200 литров. И его возьмем в бэу состоянии, поэтому цена ниже 2500 долларов до 2000. Отлично, все купили. Осталось около 1000 долларов. Надеюсь, нам этого хватит. Ну и так как у нас уже имеется 2 единицы техники, а мы одни, то якобы нанимаем еще одного работника, который нам будет помогать. Его садим в газончик, ставим за нами и направляемся в карьер. И спустя 15 минут мы добрались до карьера. Пускай водила подгоняет газончик к песку и кудит в сторонке, а мы попробуем погрузить этот газон. И в целом я этим погрузчикам очень таки рад. И хотя объем ковша небольшой, тем не менее всего лишь за одну минуту, то есть с 5 заходов, наш газончик с пресепом уже полный. И вмещает себя 8400 литров песка. Это что-то около 12 тонн. Надеюсь, наш газончик не развалится по пути. Ну что, приедем за руль и едем на точку продажи. Позже как обзаведемся трактором, либо другими единицами техники и будем на них работать, то можно будет поставить авторабочих, которых будут возить песок с карьера на точку продажи. Но честно говоря, я пока что слабо представляю себе то, как я буду их контролировать, если не буду использовать телепорт. И мне либо придется тратить большое количество времени на то, чтобы ездить сюда и все контролировать, либо вообще этого не делать. Хотя есть еще идея купить бюджетный небольшой автомобиль, чисто чтобы передвигаться. Тогда вот еще один принцип прохождения этого челленджа. Время будет идти в ускорении x5, то есть каждая серия будет сниматься по 2-3 часа, а в игре будет проходить от раннего утра до позднего вечера. Итого мы с вами получаем все те же по 4500 долларов за грузовик и за прицеп. Уже 9000 сходки. Довольно неплохой доход. Чуть позже обязательно покатаемся, поищем какие-нибудь заброшенные лесоповалы. И возможно мы там найдем какие-нибудь поваренные сухостойки, которые вполне законно сможем спилить и продать на лесопилку. На часах полтора времени, я думаю, стоит заехать домой, пообедать и немножко отдохнуть. Проезжаем, паркуем наш газон, заходим в дом, кушаем, отдыхаем и проматываем полчаса времени в игре. Отлично, выспались, готовы ехать дальше, зарабатывать денежку. Вот только в нашем газоне все меньше и меньше топлива, поэтому берем одну канистру и заправляем 20 литров наш газон. По приезду снова грузимся. 4 куба прицеп и 4 куба газончик. Все готово, снова выезжаем на точку продажи. Я только сейчас заметил, что самый короткий путь от карьера до точки продажи песка, проходит через два поста ДПС. И мы уж очень сильно палимся, что таскаем песок с карьера. Я думаю, чуть позже, когда разбогатеем, можно будет приобрести этот карьер и запустить туда много рабочих и техники. По приезду выгружаем весь песок и получаем всего лишь на 200 долларов меньше, чем предыдущие ходки. Все-таки цена на песок падает. Это хорошо, значит вечно его таскать не будем. Итак, друзья, на нашем счету уже чуть более 18 тысяч долларов. Я думаю, можно отправляться в магазин за еще одной техникой. Ведь играть в фермент симулятор без этой техники, я считаю, нужно быть извращенцем. Прибираем на ресепшн и выбираем себе новый легкий трактор. В нашем случае это будет советский бэушный трактор. И долго выбирать между ЛТЗ, ЮМЗ или МТЗ мне не пришлось, ведь у меня есть вот такой отличнейший пак, в котором есть весь модельный ряд МТЗ прошлого века. Подбираем самый дешевый МТЗ 80, который дешевле от 82 на 1000 долларов. Отличается лишь тем, что они имеют полный привод. Но нам это сейчас не особо важно. Купили, покрасили, все сделали, настроили. И выбираем пункт БУ техника. Мы экономим 3000 долларов. Тем не менее, мы рискуем сейчас получить трактор в очень плохом состоянии. Но первым нашим оборудованием для нашего трактора будет ПЛНТЛИ-35. Тоже в был состоянии с предплужниками, которые мы купим всего лишь за 1000 долларов. Отлично, с помощью его мы сможем распахать себе новые поля, либо перепахать наш огород на заднем дворе для посадки будущего урожая. А вот и наши красавцы. Приезжаем в МТЗ и видим, что не все так плохо. Он оказался в довольно-таки хорошем состоянии. Тем не менее, бак почти пустой. На часах уже около пяти вечера начинает темнеть, поэтому мы скорее отправляемся домой, ведь у нас осталась небольшая работенка. По приезду на огород видим, что он нуждается во спашке. Нет, так дело не пойдет. Я хочу хороший урожай. Встаем на наш огород, опускаем плух и начинаем спашку. Да, возможно, сейчас мне было бы выгоднее кататься и возить песок. Тем не менее, я считаю извращение играть в фермент симулятор и не зарабатывать деньги на сельском хозяйстве. То есть, тех же полей. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично, мы потратили ещё 20 минут на этот огород, он уже готов к будущему посеву либо посадке. На дворе начинает темнеть, но время у нас ещё есть. Открываем контракт и смотрим, чем мы с вами можем заняться. И здесь меня ждало огорчение, так как здесь нету золотой середины. И мы можем взять контракты либо на огороды площадью до пол гектара, либо слишком большие поля площадью от 20 гектара. Нет, эта работёнка не по силе нашему МТЗ и плугу. Как и обзаведёмся чуть более совершенной техникой, тогда возможно позадимаемся и контрактами. Ну а пока ставим плуг в сарай и отправляемся за ещё одной покупочкой. В нашем случае это будет вот такая сенокосилка за 2000 долларов. Тоже в был состоянии. Отлично в нашем гараже. Две единицы техники и два оборудования. Я уже хотел отправиться на луг, чтобы накосить травы, из которой получится сено, который можно продать либо использовать для кормёжки лошадей, которые в свою очередь приносят большую прибыль. Но как только я приехал на луг, оказалось, что надо вырубить вот эти вот кусты и небольшие деревья. Делаем это. Но по окончанию работы видим, что слишком стемнело. Поэтому сворачиваемся и тоже паркуем трактор. Отлично, друзья, мы сегодня хорошо поработали. И заработали что-то около 30 тысяч долларов, которые потратили на основную технику. Но это уже не ноль. Надеюсь, в следующем выпуске мы гораздо сильнее усовершенствуем наш процесс заработка. Купим новые, вместительные грузовики в карьер, поедем в лес и так далее. А если вам этот челлендж очень понравился, вы хотите увидеть продолжение, то, пожалуйста, друзья, поставьте под этим видео 500 лайков и напишите 100 комментариев. И тогда незамедлительно выйдет второй день, то есть вторая часть этого прохождения. А на этом я буду с вами прощаться. Я всех благодарю за внимание, ставьте лайки, комментируйте. И до новых встреч. Вы лучше.